Роман Николаевич, вот нашумевший закон о поправках, как мы называем протестантской среде, о лицензировании, это вот то, что на слуху у всех, да, в закон известный. И недавно я встречу в Госдуме представителей наших протестантских союзов с главой комитета Сергеем Гавриловым, и обсуждались вопросы, но никаких предложений с протестантской стороны по поправкам в закон не было, к сожалению. Вот почему столько негатива вызвала эта встреча в протестантской среде, что встречаются, а без толку ничего не предложили, ни на что не повлияли. Вопросов много, и как бы говорят, что это шерма всего лишь, вот на уступки не пошли немножко по лицензированию, поэтому, да, основной вопрос кто-то сказал, по-моему, вископ Константин Бенгас, он все-таки кроется в том, что подменяют теперь понятие членов церкви и религиозной организации на кого-то, не прихожан, Участников. Участников, да. Очень важное такое замечание. Что вы думаете по этим поправкам? Скоро второе чтение же. Ну, я бы назвал вот этот диалог законодателей с обществом, это как такое влиятельное невлияние, поскольку, и у нас есть хороший пример, так как Российская Академия Наук выступала и в лице президиума, и в лице профессоров РАН, выступала против закона о просветительской деятельности. Да, еще один шумевший. Все-таки удалось ведь что-то сделать. И там была внесена главная поправка, то есть на стадии проекта этот закон защищал и предлагал комитет по развитию гражданского общества и по связям с религиозными организациями Сергея Гаврилова. И изначально этот закон, он предполагал, что все духовные лидеры, все руководители религиозных организаций и те, кто собирается преподавать здесь в России, вести свою деятельность, они должны получать такую переаттестацию, проходить переаттестацию, если у них есть зарубежное образование только. А российского нет. Соответственно, на стадии обсуждения, это обсуждалось и с представителем православия, ислама и протестантизма, была внесена основная поправка, в рамках которой депутаты пошли навстречу руководителям религиозных организаций. Согласно этой поправке, существующие нынешние руководители религиозных организаций на момент принятия этого закона, они могут не проходить никакой переаттестации, если у них только какое-то зарубежное образование. Соответственно, закон будет касаться только вновь назначаемых руководителей религиозных организаций и также приезжих миссионеров и преподавателей духовных учебных заведений. Это вновь назначаемых. Государство, получается, вмешивается вообще в дела и во внутреннюю структуру религиозных организаций. Казалось бы, какая разница государству, кого мы посылаем, грубо говоря, в районный центр или в деревню пастора? Ну, здесь есть определенная коллизия. Просто в данном случае государство говорит о том, что религиозные деятели, они могут и приглашать своих единоверцев, и при этом получать образование, где они хотят. Но при этом государство должно как бы об этом знать и контролировать этот процесс, в том числе в рамках этого закона. Но есть мнение о том, что это избыточное контролирование ситуации. Со стороны государства, что отчасти это как бы вмешательство в дела религиозных организаций. Но за счет того, что этот закон не приведет к массовой переаттестации всего религиозного поля, то в связи с этим, это вроде бы сейчас вот такого вмешательства нет. И на это религиозные деятели пошли. Я так понимаю, что это был компромисс. Соответственно, в законе, ну, как опять же говорят адвокаты, здесь я сошлюсь на адвокатов Славянского правового центра, о том, что в законе даже произошло, ну, некоторое такое ужесточение в смысле указания, а где вот эти приезжие деятели, а также наши, которые получили образование за бугромы, мало ли чему-то научат, где они должны получать вот эту переаттестацию. Переаттестацию должны получать в духовных учебных заведениях, религиозных организациях, у которых есть лицензия. Которую сейчас у протестантов отнимают и отнимают. На такие общие образовательные программы в том числе. Соответственно, вопрос в том, у кого есть эта лицензия. И я, кстати, писал об этом несколько раз, что, скорее всего, именно в преддверии принятия вот этого закона, Рособранадзор в последние несколько лет пересматривал лицензии духовных учебных заведений. И поэтому пятидесятники баптисты, пресвитеряне, там евангелисты, вот Кубанский, там христианский университет, многие были либо лишены лицензии, ну, Московский исламский институт тоже был лишен. Ну, попали под каток вот этот, если откровенно говорить. Там либо лицензии были приостановлены. Вот Московской баптистской семинарии, тоже до сих пор нет у них лицензии на обучение. Соответственно, для того, чтобы посмотреть, ну, государство вообще не очень в курсе. Как мне кажется, вот такое духовное образование. Поэтому чиновники действуют, вот как они могут. То есть, все пересмотреть, запретить, так они, это у них форма диалога такого. Вот эти запреты и приостановление. Ну, что нам ожидать? Примет? Будут? Поле было зачищено. Поле было зачищено. Конечно, остались нужные, наверное, учебные заведения, у которых есть лицензии. Но я надеюсь, что часть лицензии все равно вернется религиозной организации. Тем более, что у значительного числа духовных учебных заведений, в общем-то, ну, и не было соответствующего уровня, что ли, образования. Ну, зачем государство определять какой-то уровень? Это мы должны определить свой уровень. Ну, для того, чтобы получить государственную лицензию, нужно соответствовать определенным стандартам. Это, по-моему, естественно. Каким стандартам? Ну, если государство может определить пятидесятника от харизмата. Ну, если не хотите соответствовать стандартам и получать лицензию, тогда, пожалуйста, есть там библейские курсы воскресной школы. Это тоже школьник? Там, если хотите, нет, это без лицензии. Преподавайте там. Да, только там переаттестацию никакой иностранец или пастор с украинским образованием пройти не сможет. Но воспитать там харизмата пятидесятника-баптиста в воскресной школе вы вполне можете. Ну, такого простого верующего, обычного. Муртея, ну, там часть особенно нерегистрированных баптистов, может быть, и пятидесятников, они могут скрывать то, что у служителей какое-то такое образование зарубежное. Не ведут ли все больше? Потому что зарубежное, это ведь считается и Украина, и Белоруссия, и Молдова тоже. Это ведь не только там США, как все думают. На самом деле, с американским образованием пасторов осталось достаточно мало. Потому что пасторы с американским образованием, они в основном и уехали, по-моему, туда, в США, потом с семьей вместе. И, кстати, у меня при обсуждении вот этих всех законов, и когда поправки в Конституцию обсуждались, я вдруг задумался. У нас ведь многие пасторы не смогут претендовать на государственные должности. Потому что у них есть гражданство другого государства. Ну, я вообще могу знать. У многих. Ну, мне кажется, что там многие, по крайней мере, либо получали виды на жительство, либо там у них семьи в Соединенных Штатах живут. Ну, это же не гражданство и не получение видов. Я, к сожалению, мало таких знаю. Ну, это просто в качестве такого вопроса. Волна в 90-х была, уехали все гонимые. Сейчас новая волна гонимых подрастает. Нет, дело о том, что, понимаете, социальные сети – это великая вещь, поэтому там видишь, где кто живет. Часто. Поэтому тут тоже может возникнуть такой вопрос. Вот. Поэтому... Поверьте, наши, как Дух Святой, носился над водой, наши тоже носятся везде. И живут везде. По-христиански все, по-божески. Да, по-божески, по-христиански. Но, видите, у нас как бы нормы все ужесточаются. Да, в том числе и про вот эти духовно-учебные заведения. Ну, что нам ожидать? Вот я, ну, хочу как бы покороче все подвести. Что вы думаете? Что нам ожидать? Что примут, что не примут? И почему все-таки от протестантов вообще никаких поправок не было нанесено? Обсуждается, говорят, все охуя-то, охуя-то, говорят, да, все будет хуже, хуже, хуже. Вот. И никто не хочет вообще участвовать в этом. Значит, во-первых, я думаю, что никакие другие поправок нести было нельзя. И все обезопасили, руководители обезопасили себя тем, что их не будут проверять. Этого им достаточно вполне. Как бы на их век хватит. Во-вторых, все приезжие или служители, или потенциальные служители, которые получили образование за рубежом, первое время вынуждены будут искать, где бы пройти вот эту переаттестацию. И, возможно, там, не знаю, баптисты, пятидесятники, евангельские христиане, пресвятыряне и так далее поедут в заокскую духовную академику адвентистам. Потому что у них есть и лицензии на общее высшее образование, и специальная стеология у них признана, к примеру. Ну, можно к католикам обратиться. У католиков тоже, по-моему, вот в католическом, в католической семинарии, значит, царица Мария Апостола в Петербурге, у них тоже специальная стеология. Можно туда обратиться за аккредитацией. А вот так и будет выглядеть. Просто другого варианта нет. Поучить неделю, надо будет месяц или два пройти обучение. У католиков или у адвентистов. Пожалуйста, да. Ну, вот, понимаете, это... Это не из той серии, что маразм ухлепчал. Мне кажется, законодатели об этом не подумали. В-третьих... Может быть, им никто и не сказал об этом? Не объяснили вот на пальцах. А как вы это видите? Вот приехал на неделю человек к нам учить, да? Знаете, я об этом написал. И я уверен, что многие, особенно из советников Сергея Гаврилова, это прочитали. Поэтому все знают, все в курсе. И третье. Третье, более оптимистичный такой вывод из этого. То, что... Значит, вот как с введением этой специальности тетологии, все возмущались. Но на самом деле, в общем, это заставило православных как-то вот энергично, что ли, трудиться и добиваться того, чтобы действительно там наука была на уровне. Так же и здесь. Духовно-учебное заведение в течение там нескольких следующих лет, я надеюсь, что многие, там и баптисты, и пятидесятники, и другие вновь получат лицензии, и эта аккредитация, в общем, будет такой формальной, достаточно либо рутинной. И проблем не будет возникать. Понимаете, у нас же все законы, и закон гировой, и закон о просветительской деятельности, и этот закон об аккредитации, они написаны так, что их можно применять очень строго, а можно и вообще не применять. Поэтому я вот, 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 вот я всегда в данном случае оптимист. Но, опять же, в перспективе лет пятидесяти, или пяти или десяти, не пятидесяти, а пяти или десяти. Вот за это время окрепно духовно-учебное заведение, там Московская Баптистская Семинария Многострадальная дадут лицензию, Евразиатская Семинария полностью откроет свои двери для всех. Даже такое произойдет. Мне бы ваш оптимизм. Да, ну, в течение десяти лет. И после этого, там, любой приезжий будет просто получать вот эту бумажку, идти куда хочет, делать что хочет, и Россия будет открытой, демократической, христианской страной. Спасибо. Это был Роман Лункин на канале «Взгляд с небесной». Спасибо большое.